Добрый день, уважаемые зрители! Я рад приветствовать всех, кто смотрит данный видеоматериал. Меня зовут Башинский Валентин, я занимаюсь сетевым маркетингом уже 12 лет. Но, наверное, пришло время делиться своим опытом, знаниями, какими-то наработками, которые, возможно, вам будут полезны и интересны, и вы сможете их применить в своем бизнесе. Но, наверное, в первую очередь хотел бы пообщаться сегодня с людьми, которые хотят делать этот бизнес серьезно, долго, с большими оборотами, строить серьезные структуры и поговорить с вами о типах дистрибьюторов. Итак, я пришел в бизнес 12 лет назад, и, можно сказать, в какой-то мере мне повезло. У меня попались правильные спонсоры, которые в самом начале начали закладывать мне в голову правильные вещи. И так, вот если мы говорим о типах дистрибьюторов, да? Есть, как понятие, есть дистрибьюторы-инвесторы и есть неинвесторы. Есть понятие инвесторы. Вот в моем понимании дистрибьютор-инвестор – это человек, который думает на будущее. Он вкладывает в свое образование. Он вкладывает эти знания в свою партнерскую сеть. И помогает ей развиваться в этом бизнесе и выращивать новых лидеров в своей структуре. Если посмотреть принцип типа инвестора, вот как он думает в плане не в сетевом маркетинге, как так люди размышляют, а, к примеру, занимаясь инвестициями, покупая финансовые бумаги какие-то, ну или еще инвестируя в какие-то вещи. И если мы, как инвестор, думаем, что инвестор, который бизнесмен, который не является, то он не является нетверкером, то он как разумеет в тарифе. К примеру, инвестор как размышляет? Он изучает рынок. И смотрит, что если какие-то индекс компании, акции начинают дешеветь, то есть он начинает продавать эти акции и ищет новые рынки, куда бы вложить свои деньги. Плохой инвестор надеется, что вдруг как-то что-то образумится и вдруг этот рынок восстановится и когда-то я, может быть, верну свои деньги. Это способ мышления. Это способ мышления. Вот если дальше будем рассматривать, к примеру, в сетевом маркетинге инвестор. Он всегда изучает процессы, которые протекают в бизнесе. И он наблюдает за процессом. И, к примеру, если посмотреть, он начал свою деятельность. У него пошел рост. В этот период инвестор изучает, за счет чего у него происходит рост. Но, значит, наступает период, когда наступает спад. Инвестор начинает понимать на вот этих еще участках, что что-то нужно делать, как-то влиять на развитие бизнеса, влиять на структуру. Дистрибьютор с мышлением не инвестора, он как бы надеется, что, ну, вдруг опять вот эта волна опять начнется. То есть и будет опять какой-то взрыв, где-то, как-то, но он даже не понимает, как это сделать. Но для тех, кто не инвестор. Именно поэтому, примерно 90% людей не выходят из этого пика на новую волну. В одной простой причине, что люди не изучают технологии, системы управления бизнесом. И вы, наверное, сейчас смотрите и думаете, да, в действительности, у меня много таких людей, и в команде, и среди тоже так называемых лидеров, которые считают себя лидерами. Но по факту их мышления и действия, они не соответствуют, на самом деле, называться лидерами. И теперь, что вы видите, вы тоже понимаете, что в вашей структуре, в вашей структуре такое случалось, когда вы или в вашей структуре кто-то вырастал в бизнесе за счет того, что под ним появились активные успешные дистрибьюторы. Но это как бы чудо сетевого маркетинга, да? Оно дает людям возможность зарабатывать деньги, даже если они, возможно, не знают, как делать этот бизнес. Но, чем начинают думать инвесторы? Вот, человек с мышлением инвесторов. Поймите, что когда люди приходят в бизнес, не все люди обладают мышлением богатого человека. Мышлением лидера, который знает, что сделать, как сделать, когда сделать, чтобы этот бизнес опять начал двигаться. Вот эти вот вещи нужно закладывать с самого начала в голову своих дистрибьюторам. Так вот вам первая рекомендация, ищите людей, которые ищут возможности, и людей, которые поддаются обучению, то есть готовы обучаться. А иначе вы будете постоянно тянуть за уши и говорить, давай тебе нужно быть богатым, давай тебе нужно ездить на машине, жить в доме. Но это не работает, ребята. Вот здесь этот человек должен понимать, он должен прийти к так называемому топ-лидеру в своей команде и спросить. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот что мне нужно делать для того, чтобы мой бизнес опять начал развиваться? Я не могу понять, почему люди уходят, почему там люди не подписываются, ну и так далее. Вот если вы сейчас смотрите это видео, вы новичок, моя вам рекомендация, придите к своему спонсору, расскажу спонсору, скажи мне, как мне стать топ-лидером в нашей компании. Как мне достичь этого статуса и что я должен делать каждый день? Какие мои действия? Ну, может быть, конечно, будет разочарование, да? Вы приходите к спонсору, задаете эти вопросы, а он и сам не знает, как это делать. Но у него получилось так же, как и у вас, делать этот бизнес на какой-то волне, да? Там новый проект, новая компания. То есть на самом деле получается, что если он не знает, то вам нужно идти выше и искать спонсора, который знает, как это делать. А иначе вы обречены делать этот бизнес вот в таком вот варианте, да? И конечный результат этого все будет. Либо вы уйдете из бизнеса, либо вы будете зарабатывать очень мало и тяжело работать. Сетевого маркетинга. На чем базируется бизнес? Другой бизнес даже, да? Как привести пример. Есть система. Например, если взять сегодня большие бизнесы, которые великолепно функционируют. На рынке франчайзинговые, крупные корпорации. И если вы делаете большие бизнесы, то есть большие корпорации. Или франчайзинговые, то есть большие корпорации. Там есть конкретная пошаговая система развития этого бизнеса. Там нет такого, что, давай мы сейчас будем с тобой курицу какую-то жарить или может быть булки готовить и мы сейчас с тобой построим целую сеть. То есть естественно все есть определенная система, которая позволяет выстроить этот бизнес так, чтобы он приносил доход инвестору, который вложил в этот проект. Возможно, если взять франчайзинговый бизнес. То если человек покупает франчайзинговый пакет, то получается имеет право работать под этой маркой, например Макдональдс, либо Пицца Хатт, либо еще какой-то другой. То есть если он обязан соблюдать правила, которые прописаны в контракте. В сетевом же маркетинге. Таких жестких правил нет. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Плохо в том, что люди, которые работают под брендом вашей компании, и они не зарабатывают деньги, они уходят с этой компании, потом ходят рассказывать, что этот бизнес не работает. То есть это люди, которые портят имя вашего бренда? Неправильно, может быть, пользуются продуктом. То есть вопрос, конечно, как ему еще рассказали, как только он пришел в бизнес, что ему нужно делать в самом начале. Но вопрос, что это? Как ему здесь растить по карьере в компании, в той, в которой он сегодня работает? Да, он как ему сейчас рассказывает, что в компании, как в гаррер-графе, как он начинает работать, где он начинает работать. Какая задача вообще лидеров в этом бизнесе? Это воспитывать новых потенциальных лидеров, может быть, начинающих лидеров, потом среднего звена, потом выводить их в топы в своей компании. Но часто вижу такую штуку очень интересную, да? Людей привлекают в бизнес. Говорят, пойдем там, контракт подписали. Ну, лети, пташка, да? Делай свой бизнес. И он говорит, что вы приходите за собой, чтобы вы приезжали в бизнес-клубер, и уходите в бизнес-клубер. Вот там вот мероприятие тогда, вот там вот продукция на ресепшене, да? И в этом мире приходит, что в месяц и уходите, что в месяц, здесь уже нашли ивент, и здесь, как он первый раз, в 2-й каунтере, здесь есть продукт. Возможно, с вами такая же картина произошла, да? Если все наоборот, то, знаете, у вас все успешно, все движется, все хорошо. Но что нужно понять, что дистрибьютор это, знаете, слепой, начинающий слепой человек, он ничего не может сделать без вашего наставничества, то есть без вашей помощи, как ему продвинуться дальше в этом бизнесе? У меня буквально недавно была встреча с новыми партнерами своей команды, которые пришли из другой сетевой компании, и мы говорим с ними об этих вещах. Он говорит, что мы понимаем, почему мы там не смогли делать бизнес. То тогда он говорит, что теперь мы узнаем, что в последнее время мы не работаем. Потому что подписали контракт, сказали, что есть продукт, вот там будет мероприятие, вот семинар, приходи, учись, занимайся. Говорит, а где брать людей, как с ними работать? Ну список знакомых сказали, что нужно составить, да? Самое интересное, что пока еще человек был не подписан, возле него там танцевали, да? Ходили, ай, дорогой, ты только придешь ко мне в бизнес, ты будешь успешным, только вложи деньги, да? Это что-то, когда у вас не возникает связь, все-таки спешные, все-таки делают танцы, это были две-другие. Да, надо выдержать. Да, ну, ты просто не смотришь. Все-таки, 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 кто-то наступит, все-таки не смотришь на любую сторону. И лишь одновременно вы можете сделать свои деньги, и вы можете дать себе пару раз, и потом, что вы соединили, мне не знаю, я не понимал, Как только подписали контракт, И потом люди задают вопрос, почему я там подписал 100, 200 или 300 человек и никто из них не работает? Потому что людьми нужно заниматься. И вы у него первые месяца-два как минимум вы поводырь выводите его за руку? Я вам просто приведу очень хорошую аналогию, примеры. Представьте, что вы тренер команды по крикету или по футболу. То есть ваша задача обучать команду как правильно играть в этот вид спорта? Но вы делаете совсем по-другому, да? Но вы делаете совсем по-другому, да? Если вы делаете информацию о том, что мы все-таки строим футбол или крикет, то мы все-таки можем вернуть. Вам пришла команда. И теперь у вас есть еще один тим. Ребята, вот вам бита, вот вам мячик, вот там вот поле. Вы бегаете, да? А вы сидите себе там чаю попиваете на трибуне. Вопрос. Проходит время. Вы начинаете играть со своей командой против другой команды, да? Если вы их наружу сейчас начинаете в игре, то вы когда-либо, забываете в игре. И как-то вы играете. И это что вы играете теперь, наверное, когда вы играете в игре. Что вы играете в игре? Во-первых, давайте скажем так, что вы играете в игре. И у вас есть не только один раз, два, три, четыре. на выходе ребята сидят и думают а что мы здесь вообще делаем там ребята в другой команде играет просто супер а если этот чемпионат еще имеет свои формы финансирования, заработок как у звезд сегодня есть все хотят попасть потом к успешным тренерам, которые могут научить команду как правильно играть такой же пример можно и с боксом провести вот там перчатки, вот там груша, вот там ринг а у них даже нету способности как уворачивается от ударов там и как правильно бить что происходит с нами в нашей сфере и если у нас в нашей сфере и в нашей сфере то что происходит с нами набрали команду дистрибьюторов идите звоните идите продавайте идите подписывайте и наш дистрибьютор и наш дистрибьютор получает один, второй, третий, пятый, десятый отказ у него падает энтузиазм и что происходит то что он просто бросает этот бизнес в лучшем случае он остается клиентом и получается так что он уходит и рассказывает что ваша компания там невозможно заработать деньги но бывает кому-то везет он находит других спонсоров в другой компании которые говорят что парень а у вас вообще была какая-то система тобой кто-то занимался и тогда у вас есть вопрос что у вас есть кто-то кто-то занимался нет были какие-то школы там и так далее нет я на них ходил но поймите ходить на школы и работать индивидуально с партнером это две большие разницы очень большая задача лидера это быть временным допингом для своего партнера для новых своих партнеров вы наставник суть основная в том была ли система система вот что я подразумеваю по словам система это система которая позволяет тренировать в человеке выработать определенные навыки и привычки как допустим звонить как проводить там встречи как проводить презентации как тренировать других людей как проводить какие-то школы и тренинги как проводить мероприятия у меня и нет а не 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 работать команда то есть и должны работать дистрибьюторы чек вливается в целую систему целый процесс который происходит в вашем бизнесе и кстати опять же пример общаясь с людьми которые как бы называют себя лидерами которые пришедшие с другой компании как вообще вот мне интересно как вы приглашаете людей в бизнес у вас как вы проводите встречи он начинает звонить вот мы с ним играем такой временный тренинг да я понимаю почему к нему не приходят люди на встречу потому что у него нету тактики правильного звонка даже а люди то работает одни работают в системе к примеру на горячем рынке это там лист лист своих имен то есть свои контакты знакомых а кто-то работает сразу на холодном рынке и тут тот же момент какой уже работают люди с разными там рекламными объявлениями листовками соцопросами и так далее и получается вот если мы говорим о колд маркете либо на горячем маркете они не умеют не делать неисходящие звонки правильно и когда ты говоришь хорошо ты даешь объявление в газету а что ты как ты отвечаешь вот можешь мне примерно продемонстрировать как ты отвечаешь на телефонный звонок и и и